Между Киевом и Москвой продолжаются войны на разных фронтах, политическом, информационном, реальном на востоке Украины. Теперь в этом списке появилось новое противостояние, религиозное. Как борьба украинской церкви за независимость отразится на Беларуси? Станет ли примером или еще одной причиной поддержать Москву? Ответ искал Игорь Кулей. Украинская православная церковь готовится к получению официальной автономии. Сегодня в стране параллельно существует три православных церкви. Автокефальная православная церковь Киевского и Московского патриархата. Пока что только Московская является канонической, то есть признанной другими церквями. Но митрополит Гальский Эммануил сообщает, что решение о признании Киевского патриархата уже принято. Такое развитие событий воодушевляет не только украинцев, но и дает надежду беларусам. Нужно поздравить украинский народ и украинскую церковь, ведь, наконец, вопрос автокефали для них решен. Мы поздравляем украинский народ за свои страдания, они это заслужили. Желание Украины иметь автокефальную, отдельную от Москвы, да еще и признанную в мире православную церковь, стало причиной конфликта РПЦ с первым среди равных Константинопольским патриархатом. В этом конфликте белорусская православная церковь заняла сторону Москвы, ведь БПЦ является экзерхатом московского патриархата. Поэтому и мнение у нее такое же, как и у русской православной церкви. Вопрос о том, как будет себя вести православная церковь, в этом вопросе, в этих обстоятельствах, напоминает вопрос, как будет себя вести Гродненский облсполком, если страна в целом имеет свою позицию по международному вопросу. Естественно, те санкции, в кавычках, которые будут приняты московским патриархатом, будут поддержаны и нами. Синод Русской православной церкви объявил, что если Константинопольский патриарх отдаст Украинской церкви независимость, то Москва разорвет с ним все свои связи. Такая самоизоляция РПЦ автоматически приведет к изоляции и белорусского православия. Московский патриархат. Ну, то есть, держаться тоже России, так как мы братья. В белорусской церкви лучше быть самостоятельной и самостоятельно принимать решения. Зачем это, для кого эта самостоятельность нужна? Есть и общая, есть Россия, есть славяне все вместе. Пусть будет все вместе. Возможно, прямо автокефалия, это будет слишком радикально. Но я бы хотел видеть белорусскую церковь в большей степени независимой. Вопрос о независимости Украинской православной церкви является главной угрозой для единства мирового православия, считают в Синоде Русской православной церкви. Но единство – дело духовное, а существует еще и материальный вопрос. Сегодня у ПЦ Московского патриархата принадлежит 11 тысяч украинских приходов. Треть от всех церквей Русской православной церкви во всем мире. Это в три раза больше, чем у Киевского патриархата. А вот с прихожанами ситуация противоположная. С Киевским патриархатом себя идентифицирует вдвое больше украинских православных. В результате официального признания Киевского патриархата принадлежность приходов может быть пересмотрена. Согласно украинским законам, судьба той или иной церкви определяется голосованием прихожан. А значит, вскоре Москва может потерять контроль над частью своих церквей. Нам московская церковь не нужна, нам нужна местная, украинская. Чтобы деньги верующих не шли в Россию, а потом на войну против нас. Я за то, чтобы в Украине были разные церкви. Здесь живут не только украиноязычные, но и русскоязычные. Я сама наполовину русская. И если здесь будет русская церковь, но руководство будет украинская, то проблемы я не вижу. Верующим в Украине это нужно, потому что появится возможность быть одной нацией в рамках одной религии. Но для неверующих людей это непонятно. Таково мое мнение как атеиста. Украинские процессы будут негативно отражаться на имидже московского патриархата. Но у Беларуси есть шанс уменьшить такое влияние, следует из слов туолога Натальи Василевич из интервью для нашего телеканала. Наша церковь находится на том этапе развития, который позволяет самостоятельно решать многие вопросы без необходимости подписей со стороны московского синода. У нас у самих большой синод, большое количество верующих и свои учебные центры. А вот сможет ли Белорусская Православная Церковь отстоять паству и остаться в стороне от конфликта Москвы и Константинополя уже вопрос риторический.